Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог, будем тестировать новинки Фаберлик. Итак, поехали! Учится начать сразу с духов, девчонки, потому что вот произвели впечатление на самом деле все три аромата. Я уже вам говорила, зеленая это зеленушечка, но какая-то приятная, интересная. Синий это ладан, сиреневая нежнятина. Дала Ксюшке выбрать, она выбрала себе сиреневый. Но они все безумно классные и по стойкости, кстати, очень нормальные. Вот я вечером вчера снимала распаковку заказа, нанесла все три аромата. Я сходила в душ, я сегодня с утра сходила в душ, и они еще ощущали. Сейчас уже не ощущаю зеленый и сиреневый, но, представляете, еще ощущаю ладан. И хотя это ладан, и для меня вот такой вот аромат храма, скажем так, а все равно он приятный. Вот его все равно тоже хочется наносить, очень приятный. Все три аромата нравятся, но синий я однозначно не повторю, а вот эти два могу даже повторить. Представляете, у меня такого с ароматами Фаберлик практически никогда не было. Хочется. Цена вопроса небольшая, поэтому берите, тестируйте. И свое первое впечатление я вам уже в обзоре заказа рассказала. По стойкости тоже очень здорово, очень прям удивили. Обычно парфюм Фаберлик у меня как-то совсем быстро исчезает. Хочется в спрее такие ароматы, то есть не с шариковым аппликатором, а хочется, чтобы они были в спрее. Даже пусть по 10 мл. Я не очень люблю такой формат, но аромат чувствуется, аромат ощущается, аромат достаточно стойкий. То есть вполне себе не сутками, конечно, но прям 6-8 часов держится очень даже неплохо. И отголосок еще ощущается. Мне безумно нравится шлейф зеленого аромата. Когда вот этот зеленушечка уходит, он такой интересный, он такой прям классный. Больше нравится, чем первоначальные его ноты. Прям потрясающий. Ароматами довольна. Берите, тестируйте. Класс. Так, по поводу кремов. Я уже вчера на ночь попробовала ночной, и у меня сложилось определенное впечатление. Сейчас все расскажу. Давайте пробовать дневной. Артикула не скажу, найдете? Куркума, новинки. Дневной у нас светлые баночки, ночной в темной. Тут такие крышечки, на которых очень-очень много крема. Я уже очистила кожу с утра. И вот сейчас мы с вами наносим крем. А душка, кстати, у него вчера у меня с духами смешивалась. А сегодня она такая приятная. Сладковатая. Не травянистая, как я вам вчера говорила, это, видимо, парфюм все перебивал. А сладковатая. Приятная, очень интересная. Ни на что тоже фаберлик не похоже. Так, наносим. Он у нас с вами с SPF, поэтому такой, видите, достаточно плотный. Не сразу распределяется, не сразу впитывается. Да, прям вся я белесая такая, видите. Чтобы его распределить и чтобы он впитался, нужно время. Вообще, крем с SPF, на него макияж сразу наносить не рекомендуется. Лучше подождать. Так. Но так вроде неплохо впитывается и такое ощущение, что у тебя пленка нет на лице. Он не ощущается, нет. Он по факту впитывается хорошо. Но у меня вообще в фаберлик, как бы, ну, ни один крем не оставляет за собой каких-то тяжелых ощущений. Несмотря на то, что они плотненькие, да. Так. Все впитался, все отлично. Все замечательно. Вот есть легкий пока блеск, кожа напитанная, кожа мягкая. Все замечательно. Сейчас буду наблюдать, пока макияж не буду наносить попозже с вами. Сейчас еще патчи оденем, походим. По ночному крему, что хочу сказать. Здесь консистенция более легкая, потому что тут нет SPF. Но в то же время она очень питательная и увлажняющая. Вот прям очень. И вот этот блеск, он больше от ночного крема. И ощущается на коже. Крем не ощущается, нет. Но вот этот блеск, он остается где-то минут 20-30. То есть заранее перед сном его наносим, чтобы у нас подушка весь крем не впитался. И вот через 20-30 минут все, он впитывается. Кожа очень мягкая. Мне понравилась. Вот прям бархатистая на самом деле. Я специально никакие тоники ни сейчас, ни вчера вечером не использовала. У меня лосьон просто умылась и нанесла один крем, чтобы посмотреть на эффект. Очень мягкая, очень нежная. И сегодня на утро тоже кожа выглядела отлично. Я всегда ночной крем как-то стираю. Если с утра кожа выглядит хорошо, значит крем хороший. Значит он ночью работал. Да, сегодня вот было именно так. Он работал. Очень нежная, очень бархатистая. Вот прям приятно прикасаться. На самом деле. Это классная серия. Подойдет для возрастной кожи, подойдет для сухой кожи нормальной. Я не знаю, как для жирной. Мне кажется, тоже подойдет. Ваш фаберлик, в принципе, все подходит. Жирной коже тоже нужно питание и увлажнение. Цвет, как-то тон выравнивается. Вот она прям бархатистая, такая нежненькая. Очень понравились средства. Очень понравились кремы. Обязательно попробуйте. Прям стоит. Стоит. И сейчас тем более цена хорошая. Два крема можно взять сразу. По хорошей цене они вообще там выходят. По 300 чем-то рублей, наверное, крем со скидкой консультанта. Вот уже он начинает впитываться. Видите, остается такой здоровый лоск на лице. И практически уже нет никакого блеска. Отлично. Отлично. И когда прикасаешься к коже, ты чувствуешь, что она действительно напитанная. Напитанная вообще. Класс. Вы знаете, мне даже понравилось, наверное, больше, чем Ванвек Миркл. Хотя серия гораздо дороже. И эффект от нее я тоже видела. Но там как-то он более накопительный. А здесь прям вот сразу. Сразу зашло, сразу понравилось. Я так и думала, что если здесь действительно в составе есть куркума, будет вещь хорошая. Поэтому все супер. Так, пусть пока кремушка впитывается. Чуть попозже с вами будем делать макияж. Звучить палетку. Крем впитался. Все отлично. Личка очень мягенькая, гладенькая. Нравится. Нравится действительно. Этот уход с удовольствием буду использовать. Так, теперь мы с вами будем делать макияж. Сейчас я нанесу тон. И будем тестировать тени. Палеточка. 66-65. Так, с какого оттенка начнем? Давайте с самого темного. Хотя, давайте положим базу. Я праздному люблю иногда с темного, иногда базу. Только кисти. Самый светлый. Они, кстати, не очень сильно пылят. Нормально вообще. Так, зеркальце. Я не помню уже впечатление по другой палетке. У меня есть в другом оттенке она. Как они носились. Но, по-моему, их век в течение дня съедает. Посмотрим. Прохожу весь день. И расскажу вам. Так, ну вот. Базу нанесли. Так, что у нас с вами дальше? Какой выберем оттеночек? Давайте вот этот. Нравится он мне. Он тоже с блесками. Но если вот эти вот два оттенка. И вот этот. Они с мелким шиммером. То вот этот он с какими-то крупными блесками. Я вам покажу потом все поближе. Их меньше. И это не шиммерные тени. Это сыпется вообще жуть. Просто жуть. Просто сыпется и сыпется. Вся в тенях практически. Так, ну блески на глазках видны. Это именно блески. Такие. Не то чтобы сильно крупные, но видны. Я люблю такие оттенки. Мне нравятся. Кто-то скажет, что вид заплаканных глаз. Нет. Не у всех. Он такой, ну не знаю, талп. Оттеночки талп. Очень красивый. О, какой яркий. В палетке он не такой яркий на самом деле. А тут прям сильно пылет вообще. Стень передается очень хорошо. Пигментация насыщенная. Прям вообще насыщенная. Так, давайте добавим с вами, шуть, блестюшек. Вот эти они такие более бежевые блестюшки, а эти немножко тоже с розовым оттенком. Давайте вот, которые с розовым. Тоже очень пылят сильно. На камеру прям розовый. Ну, не розовый, но в принципе правильно передают. Но они уже плохо отдаются. Такие тени хорошо отдаются на основу или на влажное что-то. Так, давайте попробуем влажным методом их наслоить. Взяла влажную салфеточку, чтобы смачивать палец и буду набирать пальцем. Так, посмотрим. Что такое колыбочек? Так хорошо переносится, видите, блестка много. Пальчиком. Угу, красиво. Так, второй глазик. Пипи-пипи. Ты тоже хочешь накраситься? Да, конечно. Вот, хорошо перенеслись. Нижнее веко подведу, наверное, вот этим темно-коричневым и разбавлю бежевым. Пылят сильно. Угу. А то если сюда еще этот сиреневый розовый, будет прям перевоз. Теперь вот этим же оттенком, темным, будем затемнять уголок глаза и немножко помеже реснички. Если получится. Ну, не очень получается. Уже не отдает оттенок. Так. Прям совсем слегонца тень такую создает. Но, в принципе, мне больше не надо здесь стрелку. Я никакую уже делать не буду. Таким макияжем. Так, теперь Другую кисточку берем. Этот же оттенок Жутко пылят. На внешний уголок. Ух, у нас с вами прям такой будет сейчас макияж. Почти смоки. С вот этим оттенком, кстати, коричневым смоки можно сделать. Теперь мы набираем с вами светлый вот этот первый бежевый оттенок. И тушим границы. Чтобы у нас не было никаких четких линий. Уводя вот сюда к борови. Видите, четких границ никаких нет. Все растушевано. Осталось, в принципе, накрасить ресницы. И все. Будем смотреть. Или еще чего-нибудь добавить. Давайте возьмем вот этот оттеночек еще, что ли, посмотрим. Вот этот мы его не брали. Как переносится. Ну, сейчас его не увидишь на таких тенях, конечно. Какой-нибудь сюда ботеночек еще, который можно в уголок глаза было бы нанести. Но если только бежевый, сейчас посмотрим, чтобы немножко высветлить. Можно, да, в принципе, им. Да, да, да. Да, создает такую свежесть. Высветляет. Высветляет темные участки неплохо. Можно под бровку его также, пальчиком даже. Так, да, все. У нас с вами осталось тушь и брови. Немножечко подрасчесать и посмотрим на макияж. Готово. Покажу вам потом при естественном освещении. Ну, неплохо, неплохо. Будем смотреть, как держится. Потому что есть стойкие продукты, есть с чем сравнить. Посмотрим. Так, что, теперь пойдемте сводить палеточку при естественном освещении. Показываю вам самую палетку. Как выглядят оттенки. Камера передает верно. Видите, вот в этом третьем оттенке сначала такие вот блестки. Странные, скажем так. Вот такие вот оттеночки. Теперь сводчи. По порядку. Вот самый светлый его практически не видно. Как они в палетке располагаются. Также и на коже камера тоже передает абсолютно верно. Последний оттенок, который мы сегодня с вами не использовали, такой сиренево-коричнево-хамелеонистый. Он вот на свету, видите, играет. Играет. Интересный такой. Оттенки классные. Я такие люблю. Это мои оттеночки. Ну, вот макияж при естественном освещении, да. О, пара за рта идет на балконе. Вот так. Зато здесь самый лучший цвет. Мороз и солнце. Красиво. Красиво мне все нравится. Здорово можно и вечерний макияж делать. Можно и повседневный. Так красиво. Прохожу до вечера, покажу, как продержался. По поводу крема Ума для мамы и малыша. Что я хотела сказать. Знаете, вот когда его наносишь на ручки, на ножки, на тело и так далее, кажется, что это что-то типа крема под подгузник. Он сначала ощущается на коже. И практически мгновенно впитывается. Очень круто увлажняя и питая. Прям круто. Но что понравилось больше всего в этом креме, это то, что он не смывается, когда в воде работаешь. То есть первый раз. Потом, конечно, он второй раз смывается. Я в воде практически постоянно. Косу думаю, что крестюшу моешь и так далее, да, руки. И вот работаешь с водой, да, и он не смывается. Я первый раз такой крем встречаю в Фаберлик на самом деле. То есть все остальные смываются. И сразу после того, как в воде повозился, хочется нанести еще. Этот нет. Вот это очень понравилось. Это ценно. Это здорово. Вот такой вот он плотный. Он очень здорово увлажняет. Достаточно быстро впитывается. И на ощупь руки очень увлажненные и напитанные. Поэтому понравился. Понравился. Будем тестировать дальше. Очень интересный продукт. Да, девчонки, про духи еще. Я попробовала нанести на одежду, на футболку. Осталось пятно. Мне захотелось посмотреть, сколько они будут на одежде. Держаться масляное пятно. Вот, видите, кружок. Но, Крис, нельзя так делать. Ай-яй-яй. Именно вот сюда нанесла. И видите, пятно. Поэтому на одежду не наносите. Остаются масляные пятна. То есть масла такие вот, которые оставляют пятна, есть в составе. Ну что, девчонки, уже глубокий вечер. Пока Крис купается, скажу вам макияж. Слушайте, в принципе, относился нормально. И практически даже не запал в складку века. Все нормально. Здесь освещение другое, он кажется другим. Но он уже, кстати, и не такой сиреневый, какой был, когда мы с вами его наносили на самом деле. Вот этот сиреневый цвет как-то кожу поглотила больше. Да, и он вот в зеркало, смотрюсь, он такой вот больше коричневый. Паш, мася, мася. Вот так интересно он продержался. Но более-менее стойко, более-менее нормально. Поэтому, да. Ролик завершаю. Ссылка для регистрации Фиберли, как всегда, под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Надеюсь, ролик был вам полезен. Всех любит. Целую. Пока. 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 Продолжение следует...